Я назвал презентацию на этом слайде несколько. Меня зовут Ирослав. Про платформы хочу рассказать. Эпкоины, я думаю, все знают. Про блокчейн тоже все знают. То, что можно на блокчейне делать разные штуки. То есть это не только криптовалюта, не только хайп. Хайп сейчас очень мощный, все здорово. А можно слово хайп как-то? Вот я его не до конца понимал. Хайп, у меня перевод мошенничества, а ты, наверное, что тут выявишь? Шум, шум, как всплеск, шум. Они как бы растут и потом упадут. В американской дворке. Хотите хайп, участвуйте в американской дворке. Да. Это не пирамиды. Не боятся участия. Боятся, не боятся. Значит, если говорить, то в акциях и облигациях там тоже частенько устраивают хайпы. Боится слово, да? Да. Вот, и на этом заработают только кто-то. Платформы, системы. Значит, много про чего могу рассказать. Давайте кратенько, да? Децентрализация. Ну, думаю, кто-то прекрасно знаете. В Википеде можно прочитать. Студированный реестр. Бочка бога и блога. Да. Централизация платформы, рождество, кооперация этой системы, цифровая экономика, иждикция, 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 иждикция стратегии роста. Извините, я первый раз на таком мероприятии. Да. Варианты, что я читаю, он подходит. В такой площадь. Можно вот по архитектуру, кооперацию. Ниша будет подходит. Да, это вот содержание. Вот. Значит, блокчейн. Мне понравилось, Марина Гурева дала определение, значит, когда спросили, что такое блокчейн. Значит, это распределенная база данных, реестр с внутренней мотивационной, значит, составляющей, на которой в виде валюты. Если там нет внутренней валюты, значит, это не блокчейн. Все эти приватные блокчейны, так называемые, идут лесом. Так. Это его мнение, кстати. Марина Гурева это что? Марина Гурева это один из бюро изучения технологий из высшей школы экономики. Сейчас киперфонд, который выразил в последние десятых раз. В общем, вместе с деменстрадокцией они сделали ряд проекта. Ну, либо деменстрадокцией. Дело в том, что нет человек, который вкладывает деньги в блокчейн. Вот. Это вот, смотрите. Вы были, как сказать, те люди, которые продвигают эту тему уже там года 4-5. Вот. И они все друг друга знают. Вот. Поэтому я ориентируюсь на то, что этот этап уже известно. В общем, те, кому надо кипедрить, набирайте те необходимые стороны. Я хочу рассказать про следующий этап, который походил пост блокчейн. То есть пост хайп. То есть вот хайп, на мой личный взгляд, он пройдет. То есть надо, понимаете, там год-два и закончится. Потому что, ну, в общем, для чего реально можно применять блокчейн? Для бизнеса. Вот бизнес-процессы и блокчейн здесь очень интересны. Так. Одно из применений – это интернет-бизнес. То есть для того, чтобы защитить свой собственный бизнес, первое – это домен, а второе – это определенные, как и недавно, да, то есть сайт, безинтересованного вычисления. Это одно из составляющих. Кроме этого, у многих других бизнесов есть реальный бизнес. А теперь вопрос. А в реальном бизнесе блокчейн где? То есть мне постоянно задают вопрос. Давайте носки подавать. Ну, давай. Одному делу. Хотелось помочь? Так. Тут определение блокчейна, умный контракт. Это тоже на спецпедии. Так что-то ты перепрыгнул. Носки продаем на блокчейне дальше. Зачем идти дальше? Я о методу про это рассказываю. Так. Мне понравилась про цифровую платформу. Значит, я утверждаю, что создавать цифровую платформу экономику, децентрализованную цифровую экономику без применения новых технологий. Это будет все старое. Значит, без блокчейна это будет так же, как сейчас, когда это централизованная власть и когда бизнесом. вы реально владеете не вы, а бизнесом владеет Facebook. А вот. А у вас иллюзия о том, что вы их владеете. Так вот. Мне понравилось вообще, что такое цифровая экономика. То есть вот первые несколько слайдов это терминология. Я их зачитаю. Цифровая платформа, ну и цифровая платформа, составляющая цифровой экономики. Цифровая платформа это система алгоритмизированных взаимоотношений значного количества участников рынка, ну короче, большого количества участников. Объединенных единой информационной средой, ну, единая база данных. Можно так сказать. Приводящая к снижению транзакционных сдержек. То есть цифровая платформа должна снижать сдержек. За счет применения пакета цифровых технологий. И приводящая к изменению системы разделения труда. Вот это Владимир Румянцев в презентацию, значит, делал, свой овал в этот столик. Вот. Владимир Румянцев это человек, который очень хорошо разбил из платформ. И, ну, не первый год их продвижает. Их была целая лекция, целый цикл лекций ОСИ, агентства терапевтических инициатив. Вот. Их можно посмотреть на интернет-листике. Вот. Плассификация платформ оттуда же. Платформы бывают разные. Здесь внизу примеры платформ. Вот. Алиэкспресс, Яндекс Маркет, значит, это маркетплейсы и, значит, платформа. Если полностью понимать, что такое платформа, то это платформа, маркетплейсы, рыночные, кооперативные платформы. Они бывают разные. Сам первый, технические, функциональные, потому что они инфраструктурные, там есть отличия между ними, сейчас не буду углубляться, дальше там, корпоративные, рыночные, информационные, маркетплейсы и отраслевые. Так вот, я утверждаю, вот тут, отраслевые, рыночные, кооперативные платформы, это блокчейн платформы. То есть это экономический механизм, который строится на распределенных данных с внутренним мотиватором. Ну, это архитектуры, поэтому я вернусь, если это будет интересно. Экосистема. Я утверждаю, что экосистема, собственно, это объединение отраслевых платформ. Ну, и платформы по виду деятельности. Так, ладно. Короче, архитектура распределенная, и для поддержания этой системы необходима какая-то IT-компания, которая за это отвечает. Ну, условно. есть блокчейн Waves и есть компания Waves, которая отвечает за то, что блокчейн работает. Да блокчейн работает автономно. Понятно. А что будет, если СВС включится? Если компания Waves закрывается, блокчейн продолжать надо. Зачем? Компания нужна для того, чтобы гарантировать, что если что-то вдруг произойдет, то она их подчинит. Но, если вроде ничего не происходит и все так работает, то компания... А что если государство потребует изменить запись, которая не понравилась в этой системе? Система блокчейн, она спроектируется таким образом, что ее нельзя. Ну, а если они потребуют, то создатели здесь. Давайте так. Есть компания, значит, в случае, если на эту компанию начинают давить по разным причинам, то, собственно, компания уйдет или, в общем, что угодно может случиться, но блокчейн продолжает работать. Вот это технология, которая интересна с точки зрения бизнеса. То есть я, строя бизнес на блокчейн технологии, могу быть уверен, что в любом случае, независимо от разработчиков, мои данные никто не будет контролировать. В принципе, если код открытой системы, то любой из этих узлов, в принципе, может нанять программиста в другой углу на точке и начать поддерживать систему и даже ее развивать. Да? В целом, если он открыт? Если он не был закрыт. Ну, мы говорим про блокчейн, и я не знаю блокчейн, которые будут закрыты. Приватый блокчейн сразу отлетает. Это мое личное мнение. IBM, конечно, продвигает идею, что, конечно, покупайте наши. То есть чейн – это опенсорс? Это все опенсорс. Значит, блокчейн, если мы говорим, то это по-любому опенсорс, другого быть не может. Не путать с бизнесами, которые строятся на базе научений. Сам научение – это опенсорс. Бизнес, например, обменник – это, извините, уже бизнес. Так, ну ладно. Архитектуры. Мы не подержимся здесь. Мы постучили этот этап. Ну, давайте вернемся. Вот. Вот эта платформа. А платформа состоит из протокола, API и модулей, ну или сервисов, которые базируются на этом API. Вот. Ну, дальше – бизнесы, люди. Вот. У платформы, может быть, несколько областей. Может быть, однажды. Давайте я пройду полностью. А потом мы можем дискутировать. В общем, сервер соединяется с другими серверами. Вот это узел. А вернутся вот эти узлы. Узлы соединяются между собой. Вот это узел. Узлы соединяются между собой. Значит, через браузер клиент присоединяется к узлу. Ну, это сервер, это клиент. Вот. Вот видите. Так. Вот этот слайд я оставил с одной презентации по кооперации, где, собственно, показана функциональная схема кооперации. Она напрямую ложится на облучение системы. Собственно, есть внутри это облучение системы. Значит, проект, он не совсем публичный. Ну, в общем, это информация, да? Ну, это костелька. Информация из разных источников объединена одной платформой. Да. Можно по определенным признакам найти эту информацию абсолютно за разных источников показать и при нас здесь. Ну, вот так. Да. Показано, что блокчейн платформа, она позволяет объединить сервисы и, в общем, выставлять вот этот функционал на блокчейн платформы. Система или эта система. Тоже из того же, то есть картинка из той же презентации, это объединение платформ. Идеологическая платформа, социально-образовательная платформа, экологическая платформа. Экосистема, это объединение платформ. Технические платформы в общей системе. Определение системы, это тоже, если тебе, я делаю. Так. По-другому экосистему. То, что есть платформа, есть человек. Человек пользуется несколькими платформами и сервисами внутри этих платформ. Все это объединено в экосистеме или системе. Это про терминологию. Теперь про цифровую экономику. Термин цифровая экономика. Почему же цифровая экономика? Википедия говорит, что это экономическое деятельность, основанное на цифровой технологии. По-другому. Система экономических и социальных и культурных отношений основана на использовании цифровых информационно-компективных технологий. Ну, не знаю. Это, на мой взгляд, масло, масло. Масло. Ничего. Толго. Так. Тут про налоги внутри платформы, а потом про юрисдикции.